Ну знаете, день без автомобиля имеет много плюсов, но ведь все существует в определенном контексте. Когда в Париже или в Берлине, или в Бремене, в котором я работал, проводится день без автомобиля, то я это понимаю, потому что там существует прекрасный общественный транспорт. И автобусы, на которых передвигаются горожане, ну они сделаны, в общем-то, ну не знаю, по высшему классу, по очень высокому классу, зачем там заводить машину, когда вот есть автобус. И кроме того, велосипед, конечно, выручают и так далее. Вот я бы не сказал, что у нас общественный транспорт очень плохой, но то, что он далек от совершенства, это несомненно. Если говорить о Москве, вот, и много пробок, много, так сказать, сложностей. И поэтому я, например, живу за городом, я живу за городом, я просто без машины не могу. Когда у меня вот месяц назад у меня сломалась старая машина, старенький Hyundai, это просто для меня была катастрофа. Я не смог целый ряд вещей сделать, я сорвал свои там обязательства, обещания, мне пришлось срочно ремонтировать, менять машину и так далее. Вот, поэтому день без машины хорошо, кроме того, как говорит один мой товарищ, вот, говорит, я теперь без машины, я, говорит, сбросил 3 килограмма. Это тоже определенный стимул и рычаг. Вот, но для этого нужна определенная инфраструктура. Нельзя просто взять сегодня и сказать, вот, день без автомобиля и все, да. Это нужно готовить, делать разумную альтернативу, и тогда, в принципе, это хорошая перспектива.